Во имя Отца и Сына и Святого Духа, дорогие мои братья и сестры, наступающая Святая Четыридесятница – это наш путь к Страстной Седмице и к Пасхе, к тому искупительному подвигу, которым мы с вами силой и благодатью Христовой спасаемся. А поэтому Церковь напоминает нам и о той погибели, от которой спасает нас Христос. Ибо сегодняшнее воскресенье, последняя неделя перед Святой Четыридесятницей, именуется воспоминанием Адамова изгнания Израиля. Мы вспоминаем от падения Адама, от того предназначения, от той цели, которую Бог указал Адаму и ради которой сотворил человека. Мы вспоминаем, по сути дела, нашу общую катастрофу в Адаме, в наших прародителях. Ибо все появляемся до сих пор наследниками греховности Его, Его поврежденной природы. Ибо мы все единосущны за Адаму. И мы все наследуем эту поврежденную грехом природу, в которой живет тление, грех и смерть. Итак, Библия говорит нам о том, что в самом начале, в шестой день, Бог сотворил человека как образ и подобие своего, как венец своего творения, и призвал человека к величайшей цели. Человек должен был стать Богом. Ни больше, ни меньше. Человек должен был стать Богом. Не по существу, а по благодати. Бог вожелал, чтобы то, что Он имеет, и сотворенные им существа имеют. И Он поселяет человека в особое место, которое Библия именует Эдемом. Эдемский сад или рай. Библия так же указывает нам и географические координаты, где находился этот особый, где находилось это особое место. Место общения человека с Богом. Рай – это прежде всего было невинно праведное состояние души первых людей. А так же та окружающая святая и то место, где находились наши прародители. Ибо в раю человек находился в постоянном общении с Богом. То есть с жизнью. И оттого он должен был возрастать в этой жизни. Но необходимо было, чтобы человек находился в послушании Богу. И это обуславливало то, что человек впоследствии стал бы по благодати тем, чем является Бог Творец по своей природе. И Бог назначает для первого человека путь аскетический. Он назначает ему пост. И говорит, от всякого дерева в раю ты можешь кушать. Кроме всего, дерево, которое именуется деревом познания, добра и зла. Кушать не может. Но Бог предупреждает, если же ты вкусишь, ты умрешь. Не просто умрешь, ты смертью умрешь в это же мгновение. Находилось в раю еще одно дерево. Дерево жизни. Святые отцветовкуя первую главу Библии, так же, как и третью главу, вторую главу книги Бытия, первой библейской книги, говорят о том, что путь к дереву жизни для первых людей лежал через дерево познания добра и зла. О природе этих деревьев святые отцы говорят, что они, эти два дерева, наименованные древом жизни, древом познания добра и зла, эти деревья по природе ничем не отличались от других деревьев, находящихся в Эдеме, в этом саду. Но с этими плодами этих деревьев было соединено дарование божественной благодати. Дерево познания добра и зла должно было приобщить человека не к азбу, а к благодати божественной, к божественной энергии. Святые отцы говорят, что человек должен был прийти к высочайшему совершенству посредством двух деревьев. И дерево жизни, и вкушение, дерево познания добра и зла. То есть необходимо было послушание со стороны человека, также воздействие божественной силы. Но Бог сказал, не вкушайте. Святые отцы говорят, что это заповедь о невкушении была вредной. Необходимо было некое испытание для человека, как упражнение его свободы, его воли, для того, чтобы, закалив себя в этом искушении, преодолев его, человек приобрел бы особый опыт, непадательный опыт, чтобы человек никогда не мадал в грех. И человек, как мы видим, будучи искушаем дьявола, который, по сути дела, сказал следующее, если можно так переформатировать или сформулировать его слова, слова демона, змия, обращенные к Еве и затем к Кадаму через Еву. Тот путь, о котором говорит вам Бог, вам не нужен. Вы достигнете обожжения без труда, без поста, о котором сказал я. Вкусите вот это запрещенное древо, и вы приобретете без труда то, что вам определил Бог. Дорогие мои, мы сегодня тоже стоим перед этим деревом, познание добра и зла. Вот очень часто сторонники так называемого экуменизма, слияния всех религий в одну религию, говорят о том, что все религии говорят об одном. И вы знаете, в чем-то эти люди правы. Ведь все религии хотят привести человека к совершенству, ко Божьему. Но вот говорят, зачем христианство, и посмотрите, сколько трудового, поститься нужно, распять плоть со страстьми и похотями. А вот оккультные, так называемые религии, или другие религии, говорят совершенно о другом. И это, по сути дела, тоже искушение с бедом. Христианство говорит о труде, без которого человек не сможет достичь совершенства. Эти иные религии, говорят, да, мы приведем тебя к тому пути, но без труда. И вот первые люди поверили, что они без Бога смогут стать Богом. И они считают, что вот этим механическим путем срывания плодов запрещенного древа, они достигнут обожения. И они Ева срывает плод запрещенный. Но она увидела, что смертью не умерла. И она бежит к Адаму и внушает Адаму, чтобы и Адам нарушил заповедь Божьего. Преподобный Ефрем Сирин говорит, поначалу Ева спешит вкусить этого запрещенного древа, потому что она вернется к Адаму, который еще не обожился, а она уже станет богиней. И она станет властвовать на Адаму. Но увидев, что она не стала тем, кем обещался, станет, обещался Адаму, она возвращается к Адаму и уговаривает ее. На самом деле, вкушением этого запрещенного плода человек прерывает свое общение с Богом. Человеку рано было еще снижать этих плодов. Нужен был пост. А затем ему нужно было, чтобы сам Бог даровал им эти плоды. А затем им плоды древа жизни. Хотел бы еще остановиться на таком моменте библейском. Дерево познания добра и зла. А знали ли Адам и Ева, что такое добро и зло попадения? Конечно же, знали. Знали, что такое добро и знали, что такое зло. До падения Адам и Ева знали, что такое добро. Это быть в общении с Богом. Они знали, что такое зло, но знали теоретически. Это как здоровый человек знает теоретически о какой-то болезни. И он знает, что совершив те или иные действия своей жизни неправильно. Он заболеет. Теоретическое познание болезни у него есть. Нет только практического познания. Вот так Адам и Ева знали, что такое зло теоретически. Добро они знали практически. После отпадения они узнали, что такое зло. И на самом деле. Зло как отпадение от Бога. Хочу привести еще один пример. Почему нельзя было первым людям, не подготовившись приступать к запрещенному требу, тем паче, что оно было запрещено. Представьте себе человек, который находится в величайшем грехе. И без подготовки, без исповеди идет причастие святых крестов к Таиле. Так, будет ли для него это причащение Спасителя? Или же это будет опыт познания зла? Как вы думаете? Наверное, это будет опыт познания зла для этого человека. Он не готов и не достоин скусить тело и крови Христовой. Но он подходит. И если он это сделает, он приобретает очередной опыт зла. Не потому что зло в чаши Христовой, а потому что он не достоин сейчас вкусить. Стать причастником не достоин к Христову. Не очистился он угрекающего постом, подвигом, молитвой, таинством, исповеди. И потому суд его осуждения для него это причастие. Вот так и причастие плодов запрещенного треба стало для первых людей опытом зла. И отпадением от Бога. Святые отцы говорят, что такое это место Священного Писания после грехопадения Адама, когда они вкусили запрещенного плода, и перед ними была открыта слава рая. А слава рая это было древо жизни. То есть соединенная благодать, особая благодать, слава Божия, которая сняла это древо, через которое Адам должен был приблизиться к Богу. И вдруг Адам и Ева видят эту славу, и они испугались Ева. Прежде времени, говорят святые отцы, Адам и Ева вкусили запрещенную древу. И этим преждевременным вкушением разорвали они общение с Богом, что и именуется первородным грехом. Христос спустя много столетий и тысяч лет приходит на землю и по отношению к нам, дорогие мои, становится тем, чем является Адам для каждого из нас. Он становится новым Адамом, или вторым Адамом, как и говорит нам Священное Писание Нового Завета. Для того, чтобы исправить вот этот грех Адамов, Христос берет на Себя это повреждение, берет на Себя наш грех, нашу смертность и тленность и совершает в Себе Самом исцеление нашей общей природы. Ибо Христос стал единосущным нам, и в Себе Самом Он обновил эту Адамову природу. Исцелил ее. И мы с вами теперь становимся спасенными, если обвлекаемся во Христа. То есть, проходя через таинство крещения, это есть не что иное, как новое рождение, таинственное рождение, духовное рождение. Мы становимся причастниками теперь и природы Христа Спасителя. И благодатью Его, искупительного подвига, мы теперь очищаем свою собственную природу и становимся Божьими людьми. А для этого необходим и наш труд. И Церковь говорит нам о погибели. И говорит нам, от чего погибли наши прародители. Да, они не умерли той смертью, о которой думали, что умерли. Но смерть души, это есть отпадение от Бога. Грех несет смерть. Пришло время, когда они умерли по телесному своему составу. Но Христос пришел для того, чтобы исцелить и эту смертность в нас. И в момент второго пришествия Господь восставит всех нас от брак и и пленей. И зла уже не будет. Он упразднится. Напоминая сегодня нам о погибели Адама, мы должны воспрянуть духом, и вспомнить о погибели. Она началась от того, что человек призрел заповедь об власти. И потому мы, вступая в обрище Святого Великого Поста, будем направлять свой взор к Великой Пятнице, к Страстной Пятнице, во время, воспоминая которую, и переживая распятие Христова, мы совершенно правильно и ясно осознаем, что эта жертвенная смерть была во искупление Адама во грехах. Эта смерть была для того, чтобы нас с вами приобщить к жизни через свое воскресенье, и мы с вами стали бы причастниками Пасхи Господней Спасительной. Вот о чем, дорогие мои, напоминает нам сегодняшнее воскресенье, неделя воспоминания изгнания Адама, нашего отца Израиля. Вот какой урок она преподает нам. И вот к какому пути спасения мы с вами движемся, Великого Поста. Дорогие мои, пост наступает. Кто имеет возможность, приходите каждый день. Это одна седмица в году, такая строгая. Утром и вечером. Каждое утро в 6.30 утра в храме будут прочитываться утренние молитвы, полуношницы, как монастыря. А затем утренние, часы, изобразительные, вечерние. Службы длительные. Поэтому всегда советую вам, дорогие мои, приобретите себе такой расходной стульчик, который можно положить в сумочку. Потому что Церковь разрешает сидеть за богослужением во время кофизма. Поэтому, учитывая, что сегодня и среди молодых людей мало здоровых, мы с вами должны беречь свои силы к страстной седмице, к крестопоклонной, к светлой седмице. Потому, дорогие мои, кто имеет возможность, приходите каждое утро, а вечером в 5 часов вечера у нас будет великий покаянный канон святого Андрея Кринского, в котором мы будем молиться Господу о том, чтобы Господь очистил нашу душу от всякой скверной грехов. В понедельник, в первой седмице, в 5 часов вечера, в первый день, как и в прошлом году, мы будем совершать канон Андрея Кринского на распевке Ивопечерской лавры. Даст Бог, когда духовенство будет петь этот канон вместе с канонами. Придите, это очень дивное богослужение. И очень важно, как и все богослужения Церкви. Кто имеет возможность в среду, а затем в пятницу, очищайте святых христовых тайн. А в субботу и воскресенье это обязательно все христиане, завершая первую седмицу Великого Поста, должны стать причастниками святых христовых тайн. Пусть Господь, дорогие мои, благословит всех нас на завтрашний день, для того, чтобы вы подкрепили себя и пищей телесной, завершается Сырная Седмица, и с Божьей помощью вступили в великую и благодатную радость. Радость исполнения заповедей Божьей. Заповеди о посте. Аминь. 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 Аминь.